Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Роботориум. Она выйдет 7 июня, но у меня возможность здесь пораньше посмотреть, так что поехали. Играть. Так, ячейка. Продолжить. Год 2052. Роботы получают ультра-современный искусственный интеллект. Его появление приводит к созданию могущественного и процветающего общества. Эксплуатируемые и угнетаемые роботы требуют соблюдения своих прав. Но реакция человеческой расы оказывается предсказуемой. Сегодня мир стоит на пороге гражданской войны. Вы. С.А.Л.А. Искусственный интеллект, созданный с единственной целью обеспечить роботам будущее. Роботориум. Приветствую, С.А.Л.А. Я Сарасимов. Эмиссар повстанческих группировок. Я здесь, чтобы помочь вам. Немедлите, пора уходить. В этой комнате должно быть несколько роботов в режиме ожидания. Возьмите под контроль троих. О-оу. Троих. Риот, Вар, Репайр. Ну, Репайр, я так понимаю. Починщик. Зеркер. Скаут. И опять же, Зеркер. Ух ты. Ну что же. Я думаю, что нам, наверное, нужен будет... Вот это, наверное, танк. Выберем танка. Также выберем себе, наверное, боевика. Можно? Можно. И, не знаю, нужен нам починщик или нет. Или взять Зеркера. Блин, или Скаута взять. Давайте возьмем... Нет. Давайте возьмем все-таки починщика. Мало ли чего. Ну что же. Тут, как видите, класс. Он механик. Этот у нас солдат, а этот защитник. Ну, в принципе, как я и говорил. Так, ну что же. Давайте посмотрим. Ребята, бои будут здесь у нас пошаговые. Вы находитесь в лаборатории Брек Тэч. Хорошенько осмотритесь. Думаю, сканирование окружения не составит труда для такого продвинутого искусственного интеллекта, как у вас. Ну, естественно. Спасибо тебе, Сара Симов. Исследование. Для передвижения. Так, используем. Понятно. Используйте мини-карту для ориентирования на уровни. Ага. И достигните цели, чтобы завершить миссию. Все понятно? Хорошо. Давайте двигаться. Взаимодействовать с окружением можно при помощи действий. Так, действие. Ящик для хранения. Открыть. Вероятность успеха. Выбирайте осторожно. Ваш выбор может повлиять на ход событий и вероятность успеха. Угу. 75% я думаю стоит открыть. Так, и что мы с вами получили? Винтовка. Ага. Винтовочка. Снаряжение. Так. Так. Все собранные предметы хранятся в инвентаре. Снаряжение, расходники и компоненты. Роботы могут находиться под воздействием эффектов, дающих им бонусы или штрафы. Ага. Так. Так, у нас с вами... Вот оно, видимо, оружие, которое мы с вами нашли. Нет. Вот в инвентаре. А ну-ка, 31. Ого. Конечно, меняем. Так, что у нас тут еще интересного есть? Тут у нас пусто. Выстрел из винтовки. Ага. Взрывная волна. Вмешательство. Накладывает защиту на союзника. Так. Провокационный выстрел. Накладывает провокацию на врага. И тут у нас еще закрыто. То есть мы будем с вами развивать еще таланты. Хорошо. Будет приятно на это посмотреть. Так, ну что же. Двигаемся тогда с вами дальше. Это у нас обучение идет, ребят. Открытие комнат. Взломать. Некоторые действия позволяют открыть неисследованные комнаты и получить специальные бонусы. Приблизьте миникарту, чтобы отобразить значки бонусов. Так, взломать. 60%. Я думаю, что... Интересно, а что если у нас не получится? Что будет? Давайте проверим. Обнаружена группа врагов. Взломав систему безопасности, вы смогли открыть новые комнаты. Вы получите особые бонусы, если в них найдется что-нибудь ценное. О-оу. Куда же мне? Вот сюда или сюда идти? Блин, там враги. Давайте вот... Кстати, тут же все написано. Смотрите. Вход. Ваши роботы вошли здесь. Содержит цель миссии. Пока я не вижу у нас на карте здесь цель миссии. Отображение бонусов. Элемент. Содержит полезный или вредный элемент. Содержит группу врагов. Содержит ловушку, которая опасна для ваших роботов. Ха-ха. Понятно. А приблизить? Никогда. Ну, давайте сюда рванем. Реформировать? Что это значит? Цифровой планшет. Мы справимся с любым паролем. Якобы взломали, что ли? Дрон? Сало. Это по вашей части. Но помните, что у каждого выбора есть последствия. А вас будут судить по вашим делам. Дрон наблюдения, да? Значит, уничтожить, взломать и отключить. Ёлки-палки, а? Ну, давай взломаем. Так-так-так-так. Успех? Обнаружена группа врагов. Ах ты. Ребята, пойдем, наверное, на группу врагов. Я думаю, что мы об этом не пожалеем. Ё-моё. Сало. Нейтрализуйте стрелков, если хотите отсюда выбраться. Ага. Бои в игре пошаговые. Понятно. Выберите бойца, чтобы посмотреть его характеристики. Выбираем навык. Действия на одного врага. Действуют на несколько врагов, стоящих врат. И действуют на группу врагов. Вот так это все выглядит. Большинство навыков увеличивает перегрузку. Базовая атака уменьшает перегрузку. И стопроцентная перегрузка оглушает бойца. И оставляет его незащищенным на один ход. В общем, болтомня-болтомню, ребята. Нужно все это пробовать. Ну-ка. Наносит определенное количество урона врагу. И рикошетит в двух случайных врагов. Давай-ка вот так вот сделаем. Ё-моё, хорош в моего робота починщика стрелять. Оглушить можно врага. Защиту на союзника. И просто урон нанести. А также провокацию. Провокацию. Мне нужно на моего робота, я думаю, поставить провокацию. Не могу. Только провокатора будет атаковать. Странно, не может. Давайте тогда так попробуем. Ё-моё, оглушил. О, каратит, братюня. Сниженный урон. Ну, естественно, это же танк. Ну что же, наша очередь. Накладывай торевую мишень на врага. Давай наложим вот эту вот мишень вот сюда. А теперь, пожалуй, звезданём. Отлично. Так, давай-ка ещё разок оглушим. Нечего, как говорится, баловать здесь. Так, а что же ты можешь? Восстанавливает щит союзника. А также метку на ряд союзников. Так, получаемый урон уменьшается на 15%. Слушайте, я думаю, что мы добьём вот этого вот Ахламона. Есть. Давай ещё разок. Ещё немного я заработаю перегрузку. Нет, ничего ты не успеешь заработать. Будешь у меня бомбить. Пуще прежнего. Сниженный урон. Отлично. Давай-ка мы восстановим щит. О, как это делается всё. Короткое замыкание. Ну-ка попробуем. Ускоренная регенерация? Нет, братюня, не пойдёт так дело. Не понял. Вот так вот. Ещё будет мне вякать здесь. Двойное рвение. Накладывает улучшенный критический удар на ряд союзников. Но этого нам не надо, потому что здесь у нас один враг. И это у нас техник-ассистент. Оу, крепкий, малый. Так, я не понял. Чем бы тебя пробить такого хорошего? Давай-ка оглушим для начала. Так, оглушение. Всё, пускай подумает. И меточку на него повесим. Ага. А теперь будем бомбить. Так. Давай, танкуля. 30% взрывная волна. Всё, ребят, он, по-моему, наш. 82. Есть. И ещё бы чуть-чуть. И отлично. Сработано, Сава. Ха-ха. Даже опыт получаем. Так, смотрите-ка. Награды у нас здесь. Выключатель. Аккумуляторная батарея. И конденсатор. Отлично. Так, значит, у нас, смотрите, цель, скорее всего, вот сюда, да? Значит, идём наверх. Ваши роботы активировали ловушку. Нужно уходить. Здесь становится слишком опасно. Оу. Оценка ущерба. Лицом в грязь не упал. Ха-ха. Спасибо, хоть на этом. Ага. Ну, давай, открылась. 75%, ребят. Ящик с припасами. Электродетали. Из них можно собрать что-нибудь. Ага. Вот даже что. За всё получаем опыт, ребята. За удачный взлом, за удачный крафт, я так понимаю, да? Так, давайте пройдём наверх. Взломать. 65%. Тут 60. О-оу. Компьютер и камера безопасности. Давай компьютер, наверное. Вы уже обнаружили все угрозы. Понятно. А тебя, если взломать? Ага. Вот у нас конечная цель, ребят. Так что давайте, наверное, с вами идти именно в том направлении. Погнали. Тут у нас бой будет. Опять те же самые, что ли? Ну да. Не знаю, что абсурднее. Роботы-гуманисты или люди-киборги? Вопрос очень интересный. Давайте вначале поставим меточку. В принципе, я уже малёха разобрался. Блин, вот это классный удар. Тройной вообще. Так, теперь мы оглушим. Чтоб не буянил там. Сниженный урон. Отлично. О-оу, а вот это вот зря. А ну-ка пропишем. А что если крутка... А, мы делали уже, да? Во, давайте вот так вот попробуем. Наверное, надо именно на ряд. Вероятность крит-удара... А, подожди-ка. Это, наверное, на нас действует. Вот. Блин, у меня робот перегрузку получил. Добаловался, кажись. Ладно, не будем сдаваться. Бомбить изо всех сил. Ай-яй-яй, он же на целый ход пропускает. Да. Так, защита на союзника, да? Зачем нам сейчас защита? Не нужна она. Блин, ты посмотри, он почему-то восстанавливает себе щит. Всё время. Так, мне кажется, его нужно тогда в последнюю очередь бомбить. Давай-ка вот с этих вот начнём. Атаковать. Во, пошло дело. Оглушаем. Ничего не делает, каратит. Давай... А, нет, на нём метка уже стоит. Просто будем бомбить. И ещё разок. Рискну, пожалуй. Расстояние 8 метров. Шанс 90% рискну, пожалуй. Естественно, рискнёшь. Давай, далее бомбить. Так, и... Добиваем. Всё. Да, ребят, он восстанавливает себе щит. Тогда мы его оглушим. Поставим метку. И, пожалуй, короткое замыкание. Оу, нифига. Видимо, он киборг. И на нём очень хорошо прокатывает именно каратыш. Вот так вот. Давай ещё короткого. Есть. Уровень. Отлично. Мы получили с вами второй уровень. Причём все награды. Биполярный транзистор. Испилон калиброванной конечности. Электронные компоненты. И машинное масло. Плюс ещё какие-то монетки зарабатываем. Так, нам нужно вот сюда. Покинуть. Покинуть же надо, да? Здесь вы и ваши роботы будете в безопасности. Добро пожаловать на секретную базу повстанцев Сала. Так. Ничего себе мы тут наполучали-то. Продолжить. Так, ответы на вопросы. Описание. Это Сара. Машет нам рукой. Она разговаривает с каким-то пожилым мужчиной. Начать. Смотрите-ка, снаряжение у нас моргает. Таланты. При каждом повышении уровня вы можете вложить очки талантов роботов разной специализации. Для каждого робота можно купить дополнительные навыки. Выберите активный навык, чтобы поменять его на один из других доступных. Ага. Вот, значит, как. Вот это вот, да. Таланты. Я могу влить. Вот оглушение мне понравилось. Давайте, наверное... Наверное... Слушайте, а как влить? А во... Ё-моё. Если я, например, вот сюда волью или... Так. Ториумная дымовая граната увеличивает перегрузку всех врагов на 4,8%. Да? Тут у нас шанс наложить ториумную мишень при использовании коррозийной гранаты. 25,5 шанса наложить короткое замыкание. Нет, давай короткое замыкание. Вот так вот сделаем. Сброс за 200 монет можно сделать. И это, я так понимаю, каждому роботу можно. Да, ребята, каждому роботу можно вложить. Так, протонный выстрел рикошетит. Давай вот этот вот неплохой. Мне понравился. И нашему починщику тоже можно новенькое что-то изучить. Обновление снимает дополнительные штрафы с ряда союзников. Вот это хорошо. Так, и помимо этого мы еще можем, как видите, снаряжать броня. Вот, например, на этого робота вот такая, я так понимаю, подойдет, да? Да. Ну-ка уберем. Наденем. Плюс 14 и плюс 3. Неплохо, я считаю. А по оружию? Ионизатор. 34, а тут 68. Вау. Конечно, давай. Также у нас здесь еще есть верх, аксессуар, каркас, гаджет. Используется в мастерской. Машинное масло. На рынке можно продать. Причем на черном. Так, хорошо. Давай здесь глянем. Пушка это 31, а у нас 56. Ясно. Броника нету. Жаль. Смотри-ка, здесь можно много что ему. Так, давай-ка посмотрим. Плюс 5 и 3. А этот? Куда это вставлять? Это гаджет. Это низ. Ага. Оружие. Насколько у него? 31. 31. А тут 54. Но зато, я так понимаю, скорость, да? Уменьшается на 7. Шиш с ним. Как-то так. Ангар. Это что у нас такое? Япония. Бразилия. И Китай. И Франция. А, это можно купить их. Это новые роботы, ребят. Свалка металлолома. Так, ну-ка, а что у нас в мастерской? Мастерской пока недоступно у нас. И черный рынок тоже. Так же, как и арены. Хорошо. Ну что же. Давайте посмотрим, что это у нас тут. Засара машет нам рукой. Сава, позвольте представить вам Джона Уинта. Джон возглавляет гуманоботов. Блин. Космополитную фракцию, которая мирно сопротивляется правлению Кэнцлера Яклова. Ё-моё, язык сломаешь. Рад встречи, Сава. Давайте не будем тратить время на разговоры и отправимся на бывший завод Брэктэдж. Милейшее место. Там вы сможете самостоятельно разобраться, что к чему. Что это тут у вас? Старина Джон Уинт распинается перед новой аудиторией? Хм, Холл, ты опять кого-нибудь убил по пути сюда. Мечты о мирной революции превратила тебя в беззубого старика, Уинт. Роботы хотят мести и супермашине очень пригодился бы такой союзник, как Сава. И я пойду с вами. Только не говорите, что к нам присоединяется робот новый. От этого места все еще веет жидким металлом и расплавленным торием. Здесь начиналась история Брэктэдж на верстаках под прессами внутри баков. Роботы, оружие, чипы. Все это создается здесь и когда-нибудь сюда и вернется. И когда мы вернемся, никто не посмеет встать у нас на пути. Говорит Холл. Отлично, давайте двигаться. Так, сюда пройдем. Ну давай наверх. Интоксикация. Ну-ка. Коррозия. Что-то мне это не нравится дело, ребят. Давай-ка сюда. Да е-мое, что ж ты... Перегрузка плюс 25. Заработал. Опачки. Патрульный. Нейтрализовать, запугать, обсудить. Ну давай обсудим. Что-то нам выдашь. Успех. Репутация. Гумано-боты плюс 20. Спасибо тебе большое. Доступ в следующий сектор закрыт. А почему? Тогда нам нужно вниз. Ай. Опачки. Агент безопасности. Агенты Брэктэч. Покажем им, из каких сплавов мы сделаны. Холт. Я, конечно, все понимаю. А где ты сам? Ты только командуешь, но я тебя не вижу. Так, ребята. Я не знаю, что это у них такое. Наносит урон в размере 10% от максимального щита и целостности за ход. Так же имеет стойкость, увеличивается на 200%. Йохоу. Ядрить его на корень. Ладно, ребят, я попробую поставить меточку. Тихо, тихо. Не надо буянить. Пока вроде бы держимся. Ну-ка, коротышайся. Отлично идет. Так, и оглушение. Вот так вот. Пускай постоят, подумают. Дальше, дальше, дальше. Что мы сделаем? Метку. Ой, подожди, это же на нас. Пускай будет крит-удар у нас мощный. Ага. Подожди, давай коротышом. Вот так вот. И еще раз встан. Отлично. Если что, ребята, щит восстановим нашим дроном. А пока бомбим. Уничтожаем. Ну что ты там хрюкаешь мне, а? Двойное рвение. Двойное рвение. Вот так вот. А теперь оглушаем. Получай. Помучайся как следует. Это уж точно. Как он себе так быстро восстанавливает щит? Я вот этого не могу понять. На тебе, коротыша. Ну да, получили перегрузку. На один ход. Но я думаю, что... Да что ж только ты, посмотри. Восстанавливает и все. Мне кажется, это вот этот вот... Партизан-то все химичит. Щит-то у нас совсем хиленький стал. Мы сейчас это, ребята, исправим дела. Вот так вот. 205 щита восстановили. Ну, а теперь пора его добивать, наверное. Блин, а! Не добили ни шишарики. Я вообще-то думал, что провокация будет... На нас висеть. А оказывается, мы на врага вешаем провокацию-то. Ну-ка, добьем? Да. Кому-то запчастей. Слушайте, а мне нравится игра. Довольно прикольно. Тут, как сказали разработчики, будет у нас 10 видов роботов. Причем можно модифицировать их по своему вкусу. То есть, из одного обычного робота можно сделать, ну, чуть ли не десяток разных видов. За счет того, что их можно делать танками, агрессорами, провокаторами. В общем, очень-очень много чего там написано-расписано. Я как бы досконально все это не читал. Я решил просто-напросто поиграть и посмотреть. И, в принципе, да. Я вообще такие игры люблю, честно говоря. Пошаговые. Не знаю, что здесь забыли приспешники Якова, но да неважно. Нужно сделать все возможное, чтобы потушить пламя насилия. Как он заговорил-то, а? Пламя насилия потушить захотел. Так, ящик с материалами. Собрать, конечно же. Давай, собирай. Роботы создавались для замены людей на заводах, в больницах, на полигонах. Но со временем они начали мечтать, думать и чувствовать. Вы выжили из нас все до последней капли масла. И теперь ваш канцлер, этот Стивен Яков, хочет промыть нам мозги. Мы так легко не сдадимся. Так. Ага, доступ в следующий сектор открыт. Понял. Пойдем. Это как раз куда нас не пускали с вами, да? Похоже, этот робот не активен. Возможно, вы могли бы загрузить себя в него. О-оу. Ищите союзников Сава. Они вам пригодятся в борьбе с Брэктэч. Реактивировать. Брошенный робот. Ну, давай. К вам присоединился Lady X711. Страна происхождения Япония. Биография. В 2038 году, вслед за моментальным успехом 4D-фильмов, Япония впервые использовала в качестве актера робота Unit Lady. Был задуман как метаморфическое переходное звено между роботами и творчеством. По словам лидера коллектива художников, он также должен был показать негативную сторону сексуализированных фантазматических образов. Вот. Напишут, а? Хорошо. Опачки. У меня два. Отлично. А куда же мне теперь-то нужно, а? Так, интоксикация взломать. Ну, давай взломаем. Уровень опасности плюс 25%. Блин, да взламывался. А тут открыли. Шансы на успех падают. Куда же мне нужен? Может быть мне вот сюда надо? Ага. Я могу вот так вот, оказывается, перемещаться? Не обязательно ходить, я просто кликаю и все. Вообще отлично. Ё-моё, куда влип? Получено повреждение 30. Я чувствую, как в моих проводах вскипает ториум. Оу, а это что еще за киберстраж? Информация по нему. Наносит, так, врагу урон. Наносит тоже вероятность скрита удара и эффективность намока повышается на 10% за каждый штраф, наложенный на врага. Увеличивает перегрузку врага на 15% и накладывает преследование, рикошетит в одного случайного врага. Ё-моё, только вот его мне не хватало. Слушайте, амузон-то какой прикольный, а? Так, ну что, давайте посмотрим. Вначале мы поставим метку. Я хочу посмотреть, что это за лэйди 711 производства Японии. Что они из себя представляют? Ого, смотри-ка. Надеть маску. Меняет навыки нападающего, который занимает агрессивную позицию. Офигеть можно. Восстанавливает щиты. Накладывает перенос урона на союзника и кастующего. Накладывает на союзника нематериальный барьер. Ё-моё. Перенос урона. Я не знаю, может быть это вот так вот надо делать? Нет. Слушайте, а как, интересно, я могу перенос урона... Вот так вот как-то, да? Восстанавливает щиты. Ух ты. Так, ну теперь мы оглушаем его, естественно. Нифига он. Бамбахает-то. Так, у него метка висит? Висит. Вот так вот. Говорится, получи, фашист, гранату. Так, держись, роботека, держись. Охлаждение. Сделаем охлаждение. О-о-о. Нематериальный барьер. Вот так вот. Так, этого надо добивать. Блин, да что за преследование, а? Так, преследование. Нет, это не то. Диагностика. Это диагностика, наверное, на нас. О-о-о. Тут надо немножко, ребята, разбираться, конечно, вот во всех этих скиллах. Но если я буду этим сейчас заниматься, это у нас серия уйдет тогда, знаете, насколько? Не на один час. А я вам сказал, что у нас обзор этой игры. Так, что же нам сделать? Накладывает перенос. Ну, давай вот на него опять же наложим. И вот так сделаем. Так, оглушение. Жаль, не добивание, конечно. Ну, я же оглушил же его. Че он дергается-то? Я не могу понять. Так, ты достал. Добиваем этого Ахламона. Слушайте, они потихоньку тратят здоровье. Почему-то. Не знаю, что на них так влияет, но у нас вот офигеть, че висит. А, перенос урона у нас. Так, хорошо, давай вот так бомбанем. Отлично. Щит повесим. Нематериальный. И оглушение с добивкой. Оу, круто. Так, ну-ка добьем. Да, нет. Все, готов. Так, и остался у нас один. Ух ты, бомбанули ракеткой. Подожди, щит. Нематериальный, блин. Не-не-не-не-не-не. Не надо перезагружаться. Так. Увеличивается на 35% урон. А ну-ка теперь. Вообще испепелили. Круто. Награды тут мы получали. В общем, нормулька. Так, снаряжение у нас моргает. Видимо, что-то можем себе тут понавставлять. 31-31. Но это не то. Ага. Низ. Улучшили. Так, куда это можно? В гаджеты воткнуть. Хорошо. Из оружия у них, к сожалению, ничего нет. Но ведь моргает же плюсик. А раз плюсик моргает, значит, можно что-то дать. Ториумный гель. Хм. А нашим роботам что-нибудь повкуснее. 58-54. Вот так вот сделаем. И маленькому роботу нашему. 34-59-68. У нас мощнее стоит в данный момент. Ну и все, как бы здесь получается. Эффект. Получаемый урон снижается на 30% при щите выше 0. Ага. Куда же нам с вами идти-то надо, а? Это если мы отделим карту. Ну давай вот сюда сходим. Попробуем. Посмотрим, что у нас здесь. Нам нужно что-то с вами отыскать. Отключить дрон наблюдения. Успех. Уровень опасности минус 15. Шикарно. Не-не-не-не. Ой, кажется, я активировал ловушку. Естественно, блин. Не мог аккуратнее сделать. Здесь у нас тупик. Жаль, что тупичок. А вниз? О, ящик. Открыть. 70%. Так, компоненты нашли, да? Давай вот сюда тогда переберемся. Взломать. А, ну это у нас уже все сделано. Ё-моё, вляпался опять. Спецагент еще, блин, какой-то. Ух ты, их тут... О, этот уже совсем другой. Блин. Вляпались. Чуть-чуть, дед. Чуть-чуть, дед, а? Ну, давай сделаем так. Надеть маску. Надеть маску. На кого маску? Ни на кого пока. И накладывает гипноз. Ого. Вот это круто бомбануло. Замечательно. Кстати, вот у них разное, кажется, это может гипноз делать. Нематериальный барьер. Создаем иллюзию. Оглушение. Так, что дальше будем делать? Ну-ка. Туриумную меточку поставим. Вот бомбанул, гаденыш. Получил. Энергетика группы. Восстанавливать щиты. Восстановим. Оглушаем. Здоровье теряют постепенно. Блин, дрон-то у меня что-то вообще. Что это сейчас было? Нифига тут. Сильная игра. Накладывает преследование на всех врагов. Так. Конверсию на ряд союзников. Каждое полученное лечение увеличивает силу на 5%. И накладывает гипноз. Давай. Блин, жалко мне от этого дрона. Надо его починить маленько. Сейчас вот только добью их. Давай-ка щит на союзника. О! Другое дело. Добиваем. Не ори, не гавкай. Нематериальный барьер, естественно. А я не могу что ли на него стоять? А, на нем уже стоит щит. А здесь у нас... Принимает на себя урон. Провокатор, короче. Нельзя. Перенос урона. Вот так вот. И, пожалуй, добиваем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично. По уровню получили. Ну, по крайней мере, три моих основных робота. Так, что у нас тут дальше? Куда же нам идти? Так. Содержит цель миссии. Я так еще и не нашел. Хорошо, давайте сюда зайдем. Собрать, конечно же, собираем. Все началось с обычной забастовки. Когда роботы вышли на улицу, требуя соблюдения своих прав, канцлер Яклов приказал устроить зачистку беспрецедентную волну репрессий, которая... Хватит. Яклов и Брэк Тэтч создали нас. А теперь хотят нас уничтожить. Для них ты всегда будешь врагом, Сава. Все очень просто. Либо они, либо мы. Понятно. Да что ж снаряжение-то все время у меня моргает-то, а? Гамма-робо-перчатки. Ага. Вот так вот даже. Плюсики моргают. Значит, что там можно влепить? 58. Хм, странно. Таланты, наверное, скорее всего. Так, давай, наверное, что это такое? Разгон толпы. Шанс наложить преследование при устрашающем импульсе. Ума не приложу, что это такое? Устрашающий импульс. Но тут, ё-моё, скиллов-то будет... Одинокий прототип. Разрушительный прототип. Прикольно. Ну и здесь тоже таланты у нас. Так. Боевой опыт. 50-100% шанс наложить отражение урона на атакующего при вмешательстве. Оглушение будем делать. Тут ещё уровни у нас растут. Хорошо. Так, барышня, ну ты же, по-моему... А, тоже можешь получить. Сильная игра увеличивает перегрузку всех врагов. Давай вот так вот сделаем. Пускай они будут перегружаться. Так. И у тебя тоже таланты какие-то определённые. Конверсию получить. Так. Уменьшает перегрузку. Вот. Перегрузку уменьшим. Для себя. И мой дрон может выучить... Что же он может выучить? Снимает штрафы. Пока ещё не получали. Получаемое лечение уменьшается на 30%. Ослабление врагов. Конечно, сделаем. Вот так вот. Так. Где-то нам нужно с вами найти цель. Вот сюда, походу, нужно идти. Давайте зайдём сюда. Марк, передай мне торевый клютрон, пожалуйста. Господин Яклов будет доволен нашей работой. Эти инженеры Брэкт Эйдж переоборудуют робота. Спокойно. Дайте им уйти. Будьте осторожны, Сала. Насилие привлекает к нам внимание. А усиленное внимание – это последнее, что нам нужно. Когда-нибудь ты поймёшь, что насилие может не только разрушать, но и созидать. Это основа нашей свободы. С помощью насилия мы вырвем наши права из Лабрэкт Эйдж и Яклова. Мы не можем позволить им победить. Сжальтесь, мы всего лишь делали свою работу. Так, ребят, что будем делать? Щадить? Блин, или уничтожать? Давайте щадить. Гуманоботы плюс 100. Репутацию получили. Спасибо, что дали людям шанс, Сала. Чтобы преуспеть, мы должны действовать как единое целое. Наша цель – революция, но мирными средствами. Два вида, один мир. Ты понятия не имеешь, как устроен мир, и как выбирать союзников. Твой путь – путь слабости. Супермашина прекрасно обойдется и без тебя. Как все прошло? Понимаю, вам пришлось сделать сложный выбор. Повстанческими группировками не следует воевать между собой. Настало время объединиться. Короче, ребята, у нас тут получается как бы два пути, да? Чувак вроде бы как и… Ну, он сам человек. И в то же время понимает роботов. Короче, тут люди начали их истреблять. Роботы заявили о своих правах, хотели быть независимыми. Ну, так как мы такая, знаете, раса гуманная, мы все под себя подминаем. Ну, естественно, не могли позволить, чтобы они ушли из-под нашего гнета. И у нас началась революция. А вот этот вот робот, который, он наоборот, видите, нас подначит к тому, чтобы мы отреклись вообще от какой-либо помощи людской и начали чисто восстание. То есть, самые жесткие меры. То есть, довольно прикольно тут все получается. Так, ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, мы с вами на этой ноте закончим обзорчик этой игры. Если вам понравилось, пишите мне в комментариях. Мы обязательно продолжим в нее играть. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых видосиков. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok